Один из таких городков на проспекте Ленинского комсомола в снежном убранстве. Глядя на детстве на чистый покров, становится понятно. Суда дворники не спешат наведываться. Картина довольно типичная для наших дней. В период овралов, когда идет снегопад, сил и средств едва хватает на уборку тротуаров. На дорогах придомовых территорий снегоуборщики не частые гости. Нам приходится переставлять ноги управляющим компаниям и указывать на те недостатки, которые они сами не видят в процессе своей работы. Нас просят привести территорию в порядок, помочь, заставить организацию убрать. Потому что многие граждане непосредственно обращаются в управляющие компании, чтобы те устранили недостатки. Первые минуты снег радует своей чистотой, но при оттепелях он очень скоро превращается в грязь. Так что будьте готовы встречать ваши чата после катания с горки, как пингвиненка после купания в нефтяном озере. Потаивший снег на ступеньках детских горок очень скоро подмерзнет. И любая забава может стать весьма опасной. За прошлые годы, я не помню, чтобы к нам обращались, именно пострадавшие, потому что юридическая грамотность населения растет с каждым годом. Но недовольство граждан все равно в каждый год есть прецеденты. Рядом с этим местом спортивная площадка и хоккейная коробка. Льда на ней нет. Она тоже не чищенная. В лучшем случае там можно попинать банку из-под пива. Конечно, такая запущенность многим не нравится. Дети сами пытаются убирать площадку. Вы считаете, это нормально? Ну, не знаю. Хотя бы ее сделали. Спасибо за это. Если кто и рад снежному изобилию на площадке, так это дети. Порядок они, конечно, не наведут, так хоть позабавятся. А вот интересно, насколько забавно будут выглядеть взрослые дяди из коммунального хозяйства, когда им пришлют штрафные санкции. Занимательный факт. Тротуар управляющая компания еще чистит. А вот проезжую часть совсем игнорируют. Если вы недовольны состоянием своего поселения, обращайтесь на портал Добродел. Сделаем наш район лучше и чище. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.